Ну многие уже знают о том, что партия «Единая Россия» создала детскую организацию «Пионеры Ядра». На прошлой неделе в некоторых регионах даже состоялся торжественный прием школьников в ряды данной структуры. Все это сопровождалось трансляциями в эфир. Российские СМИ это дело освещали. Просто напомню вам, как оно было. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поздравил приморских школьников с посвящением в «Пионеры Единой России». Клятву торжественно принесли 58 учеников Владивостокской школы номер 21. Завершилось торжество традиционным ритуалом посвящения в «Пионеры» – завязыванием галстуков цвета российского триколора, которые считаются основным символом принадлежности школьников к «Пионерскому движению». Честно, на самом деле я совершенно не против, если в партии действительно решили заняться воспитанием подрастающего поколения. Да флаг им в руки и ветер в горбатую спину, как говорится. У меня другое в данном случае напрягло. Как раз речь о флаге сейчас пойдет. Итак, у меня вопрос. А на каком основании какая-то «Единая Россия» использует в качестве символа своей, общественной организации своей, повторюсь, государственный флаг страны, причем в качестве основного символа, вы правильно поняли, я о галстуках говорю. Так вот, с какого это перепугу? Флаг Российской Федерации, по сути, вдруг стал собственностью отдельно взятой политической структуры. Кто им вообще это разрешил? Есть государство. Есть государственная символика, гимн, герб и флаг, и эта символика не может принадлежать никому. Вне зависимости от политических убеждений человека, мы говорим о флаге огромной страны, и это незаеблемо. А что делают ребятишки? Берут, значит, этот флаг, присваивают, затем кромсают его на треугольники, что, в общем, еще и под уголовную статью попадает, и есть такая 329-е надругательство. Дальше больше. Открыто демонстрируют гражданам, все это наше, теперь, что хотим, то и делаем. Обалдели. Или я что-то пропустил, и в России госсимволику разрешили приватизировать. Хочу обратиться сейчас к юристам. Ребят, это уже ни в какие ворота. А пойдемте-ка в суд. Напишите мне, я готов выступить с заявителем, но мне нужно будет юридическое сопровождение. Разумеется, начинаем. Примерно из той же оперы истории город Моздок, республика Северная Осетия, Алания. Там недавно удивительные плакаты на улицах появились. Местное население даже в некотором шоке по этому поводу пребывает. Внимание на экран. Всем привет. У меня вопрос. Только у нас в городе такой плакат повесили. Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. Президент мой друг. Владимир Владимирович Путин. Допустим, лично мне президент не друг. Я бы даже сказал мой враг. И что, если я здесь напишу президент мой враг, меня вообще посадят. Это что мнение такое? Чей-то это он друг, который заплатил за вот эту рекламу? Знаете, в данной ситуации я не могу не согласиться с этим человеком. Потому что лично мне президент тоже не друг. Впрочем, это, конечно, частности. А вообще, меня, как и автора данного видео, главным образом интересуют другие вопросы. А. Кто выступил заказчиком установки этого бигборда? Б. С кем оно было согласовано? В. Из каких средств оплачено? На счете выходных данных нет, хотя по российским законам они должны там присутствовать. Не я придумал. Госдума закон приняла, а чей-то друг президент его подписал. Так вот, я спрашиваю, совершенно справедливо, где сопроводительной информации? Ее нет. Тогда почему до сих пор в ситуацию не вмешались власти, например, Моздока или той же Северной Осетии? Если вмешались и отреагировали, то проводятся ли какие-то проверки? Когда будут озвучены результаты тех проверок? Ребят, я не требую ничего сверхъестественного. Я просто прошу соблюдения законности или я в чем-то не прав? Это реальная журналистика. Доколе? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А с 1 марта меж тем в скреп державе в силу вступил закон, ужесточающий ответственность для лица организации, признанных иностранными агентами в Великой Могучей. Теперь до пяти лет тюрьмы грозит правонарушителям, в смысле иноагентам. Правонарушителям, правда, за какие конкретно нарушения никто до сих пор не знает. Вот, например, написали за сбор сведений о нацбезопасности. А что относится к таким сведениям? Ну, скажем, вот подобного рода сведения. Они под понятие нацбезопасности попадают. Внимание! У нас тут две книжечки с фотографиями. Вот эту одну многократно показывали по телевизору. Вы ее много раз видели. Это удостоверение Штази. На нем имя Путин Владимир Владимирович. Есть такое же удостоверение. И на нем какой-то очень симпатичный человек. Это Николай Петрович Токарев. Человек, возглавляющий транснефть. Впрочем, ладно. Навальный сегодня с любым из своих расследований, наверное, не самый удачный пример. Потому что... Ну, потому что это Навальный. Грязина человека. Уже успели вылить в вагоны 33 маленькие тележки. Да выльют еще. Помяните мое слово. Навальный нынче для любого ватника или там около плавающего. Это синоним слова враг. Потому что даже если подвиг мужик совершит... Хорошо, давайте не Навального рассмотрим. Ребята из базы, пожалуйста, со своими расследованиями. Это сейчас на Марсе оказался бы зампред правительства РФ. Тогда он был простым вице-мэром Москвы и отвечал за всю столичную реновацию. Правда, парадокс. Главный строитель столицы так и не стал москвичом. Во всяком случае, по документам. Потому что на самом деле Хустулин живет на участке, расположенном в серебряном бару стоимостью более 1 миллиарда рублей. А теперь я к чему это? У нас ведь сейчас как получается? Любой, кто собирает информацию даже в отношении законченного жулика и бандита, но облеченного властью, например, имеющего статус члена Совета Федерации, ходит под статьей, получается. 14 человек из того софеда, верхней палаты российского парламента, оказались преступниками и даже уголовниками. Это не шутка. За 10 лет 14 преступников там нашли мои коллеги и стражи порядка. А потом законодательная власть напринимала законов, по которым преступниками отныне могут считаться те, кто преступников изобличали. Мол, сведения, имеющие отношение к нацбезопасности, сволочи собирали, поэтому и на агенты. Как теперь упырей-то разоблачать? Но, безусловно, эту проблему решать нужно. Понятно, что ответа на данный вопрос просто нет. Хорошо, вопрос из другой области. А по каким критериям? Должны определять этих самых иностранных агентов? Вот я серьезно, не врубают. Единственное, что вообще понял, если человек получает за свою работу деньги из-за границы, от зарубежных партнеров и бла-бла-бла, он получается иностранный агент. Это же бред, согласитесь. Давайте на пальцах вот меня возьмем. Сейчас вы видите выписку из реестра Роскомнадзора, согласно которой реальная журналистика это официально зарегистрированное российское СМИ, имеющее статус информационного агентства. Однако информацию наше агентство распространяет в том числе посредством иностранных платформ, таких как YouTube, например. И за это, да, иногда мы получаем деньги от рекламы, которая размещается внутри наших программ. Донаты нам также периодически присылают, такое бывает. Мы не знаем, кто эти люди. Из каких они стран? Там просто имя, фамилия человека для нас это наши зрители. Но по вот этому вот тупому закону нас легко можно назначить, именно назначить иноагентами. Вот это поворот! Даже предвкушаю сейчас ликование и беснование в комментариях аватников. Да, давно пора тебя в список иноагентов включить, хорошо. Тогда предлагаю следовать той же логике дальше. В прошлой программе уже начинал рассказывать. У нас 90% предприятий, работающих на территории нашей страны, принадлежат иностранцам. Пятерочка вот, пожалуйста. Что получается? Сотрудники пятерочки иноагенты или Росбанк, с таким-то названием Росбанк, входит в группу компаний со СИТ, Женера и Франция. Сотрудники Росбанка тоже иноагенты. А кондитерская фабрика Россия, ее собственники, швейцарская корпорация Несли. Ух ты! Сотрудники России иностранные агенты? Серьезно! Блин, а кто великий и могучий, тогда не иностранный агент Путин? С правительством и депутатами? Вот воистину не повезло деду Вове и его команде. Вся страна иноагенты, 140 миллионов человек, за исключением чиновников и приближенных. Единственное государство в мире, где 99% населения иноагенты, даже враги государства в ряде случаев. Он ебутый Владимир Путин, чтоб вы поняли. Я все понимаю. Я понимаю, что рейтинг кремлевского товарища нужно как-то спасать. Что есть люди, их немало, которые с уходом. Владимира Владимировича потеряют? Да все потеряют, поэтому, конечно, какая-нибудь Симоньян или какой-нибудь Соловьев нафигалии зайдут, но кусаться будут до последнего. Я простых смертных хочу спросить. Вам-то что с этого представления светит? Мерзавцы хоть за серьезные бабки гавкают, за место под солнцем борются, а ты? Представляешь, вот дочь министра Лаврова с рождения живет в США. Она даже по-русски не говорит, а то бизнес какой-то у нее там образовался, миллиардный. И она патриот. По нынешним правилам. А ты, дерьмо, прости, в Макдональдсе убираешь за посетителями в каком-нибудь Ногинске за копейки. И ты иностранный агент. Практически враг! Тебе, кстати, пять лет могут дать, если скажешь что-то плохое про дочь этого министра Лаврова. Ну что, он же патриот устраивает? Тебя такое положение вещей нет? Все! Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Спасибо кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение. Кафе Фаина Раневская это все самое лучшее из советского периода. Приходите, окунитесь, попробуйте. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте системы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok